МОСКВА Москва отметила юбилей великого мыслителя, основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбаева. У его памятника на Чистопрудном бульваре состоялась акция, посвященная 175-летию поэта. Московские школьники и гости мероприятия собрали огромный пазл с портретом Абая, основой для которого стали 200 рисунков казахских детей. Организовали акцию «Представительство Россотрудничества в Казахстане» и фонд «Российские культурные сезоны» при участии Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы. Заместитель руководителя ДВМС Алексей Бондарук считает символичным, что памятник этому выдающемуся мыслителю находится в самом центре столицы России. Потому что, возвращаясь в прошлое, могу сказать, что, конечно, взаимопроникновение наших русской и казахской культуры, она нашла свое выражение даже во времена войны, когда казахский и русский народ плечом к плечу отстаивали Москву в составе дивизии Панфилова. И, как знать, может быть, Булат той победы ковался именно, основываясь на стихах и переводах Абая. Абая Кунанбаева по праву называют главным реформатором национальной культуры в духе сближения с русской и европейской культурой. Историческая и духовная общность братских народов, взаимопроникновение и взаимообогащение русской и казахской культур уже много лет дает результаты достижений философов и умыслителей, художников и архитекторов, а сегодня совместного творчества детей. Один из участников акции – московский 11-классник Анатолий Коробченко, сын директора Российского центра науки и культуры в Нур-Султане Алексея Коробченко. Он признается, что сейчас часто бывает в Казахстане, но до первой поездки не был знаком с творчеством Абая. Опять же, благодаря выставкам совместно с посольством России, с РЦНК проводимые, я ознакомился и за счет создаваемого антуража списка произведений мне возникало такое желание почитать. И сейчас, я думаю, у многих, кто присутствует на этом мероприятии, кто, возможно, у нас всяк про все это, видя эту команду, им тоже захочется почитать и познакомиться. В мероприятии приняли участие посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, глава диппредставительства Казахстана в России Ермек Кашербаев и директор фонда «Российские культурные сезоны» Эльмира Щербакова. Они сошлись во мнении, что творчество Абая, его философия – ключ к пониманию необходимости развития добрососедских отношений, которые веками складывались между нашими странами и народами. Москва и Казахстан связывают теплые и действительно поистине дружеские отношения. Мы активно сотрудничаем по всем направлениям, какие только могут быть. В 2019 году Москва отремонтировала павильон Казахстана на ВДНХ. Мы провели Дни Москвы, Республики Казахстан, которые имели обширнейшую программу как деловую, содержательную, так и культурно-гуманитарную. По словам Алексея Бондарука, несмотря на закрытые границы, сотрудничество не останавливается. Наши страны обмениваются делегациями и делятся опытом в борьбе с коронавирусом. Мероприятие завершилось уникальной экскурсией по зданию посольства Казахстана в Москве. Дипломаты из братской страны организовали ее для московских школьников и волонтеров. В центре Бейрута стоит древний католический собор Святого Людовика, возведенный около 400 лет назад. Страшный взрыв, потрясший портовый город, уничтожил уникальные витражи, восстановление которых после окончания гражданской войны художница Майя Хусейни отдала около четверти века своей жизни. Собор Капюшен Сен-Луи был очень важен для меня. Это одна из самых старых в церкве Ливана. Когда я работала над ним, я попыталась, насколько возможно, вникнуть в его историю, чтобы лучше понять камни. Поэтому взрыв что-то сломал и во мне. Как будто бы я получила рану, не физическую, духовную. Но ничего, мы все отстроим. Мы сделаем собор еще краше, чем он был. Я отказываюсь видеть все в черном цвете. Да, было тяжело, даже не представляете, сколько я пролила слез. 20 лет моей жизни ушли с этим взрывом. Я даже не знаю, хватит ли отпущенного мне времени жизни для этой работы, но мы все равно восстановим собор. Также от взрыва серьезно пострадало и еще одно творение местных зодчих, построенное в 1914 году в музее современного искусства «Сурсок», фасад которого представляет ажурное кружево, исполненное в камне с многочисленными вставками витражных окон. Майя Хусейни по праву гордилась восстановлением цветных стеклянных панно, украшающих это здание с более чем столетней историей. Теперь зияющие, как пустые, глазницы пробала окон ощерились осколками стекла и рваным металлом свинцовых переплетов. Но художник верит, что хаос не может победить красоту, и что и вечно прекрасный Бейрут все равно возродится из пепла. Премьер-министр Японии Синза Абе проходит медицинское обследование в клинике университета Кэйо в Токио. Так как в стране еще продолжается эпидемия коронавируса, японские и зарубежные средства массовой информации уже задались вопросом, не связано ли это внеплановое обследование с подозрением на инфицирование главы правительства COVID-19. Опасение политического бумага поспешил развеять один из помощников премьера, который сообщил, что руководитель проходит диспансеризацию дважды в год, и что, следовательно, волноваться о состоянии Абе по такому поводу не следует. В последний раз здоровье высокопоставленного чиновника проверяли 13 июня, то есть менее трех месяцев назад, что и вызвало кривотолки. Кроме того, 4 августа генеральный секретарь Кабинета министров Йоси Хиде Суга уже давал разъяснение самочувствия главы исполнительной власти, заявив общественную, что он, глава, пребывает в полном здравии. Как бы то ни было, после медицинского обследования, проведенного 18 августа, глава правительства направился не в офис, а домой, так как взял один выходной день. Пресс-коммуникет о состоянии в здоровье поступил из секретариата с определенной задержкой. На состоявшейся 15 августа церемонии поминовения погибших во Второй мировой войне Синза Абе был немногословен и, согласно комментариям дипломатов, бледен. Известно, что в 2007 году политик уже перенес язвенный калит, что привело к сокращению его первого мандата на посту премьера до 12 месяцев.